Я не знаю автора этого вопроса, не знаю ничего, но подозреваю, что, как говорится, там не все гладко в этой семье. И возможно, что ребенок ближе к бабушке или что-то такое. Или очень похож на бабушку, или соседи говорят, что он похож на бабушку, или она, я не знаю. Так или иначе, ничего этого не может быть по простой причине. Может быть, ребенок невероятно похож на бабушку, особенно если она девочка, невероятно похожа именно не на маму, а на бабушку. Как и почему? Несложно понять. Как вообще происходит зачатие ребенка, имеется в виду в духовном плане, зарождение его, развитие плода, рождение уже потом в нашем мире. Что это значит? Еще до зачатия уже Всевышний берет щепотку, условно говоря, от души матери, щепотку от души отца, складывает их вместе и добавляет еще от себя. Потому что это должно быть совершенно новое явление, новая душа, новый человек. Поэтому это не может быть только отец и мать. Еще Творец добавляет то, что ему кажется. Он представляет себе, что надо добавить. Три элемента. Три элемента участвуют в зачатии человека. Отец, мать и Всевышний, который добавляет. Теперь я сказал щепотку. Щепотка это неопределимая, я специально сказал так. Неопределимая. Это не ложка, которая известна ее размер. Это неизвестно сколько. Вот столько. Может быть больше, может быть меньше. Представим, что вот столько от души мамы много, а столько от души отца немного. Ну на кого похож будет ребенок больше? Скорее всего на маму. Скорее всего на маму. Мы еще не знаем, что там Всевышний добавит. Но так или иначе, скорее всего в эту сторону идет дело. А может быть и в другую сторону. Тоже мы с этой моделью у нас все просто и все понятно. Так что вот не может ребенок ничего выбирать. Его нет вообще на свете. Еще до зачатия уже будут заложены духовные основы его. Методами щепотка, щепотка, плюс от Всевышнего. Сам ребенок ничего не может. Когда он родится, он будет уже сам. Постепенно будет приходить к свободе выбора. Он сразу будет иметь, но пользоваться не сможет еще. Слабенький, то, другое будет происходить. И таким образом ребенок появляется на свет. Что еще здесь можно сказать? Что мы в жизни все время это наблюдаем. А что я имею в виду? Есть семья, отец, мать. И у них есть несколько детей. Возьмем классический пример, как говорится. Наши праотцы. Возьмем Якова. Извиняюсь, возьмем Ицхака, отца Якова. Не Якова, Ицхака. У Ицхака была жена Ривка. И так был Ицхак, наш праотец. Была жена Ривка. Два человека. И у них родились близнецы. Одного звали Исав. А другого звали Яков. У них отец один и тот же. Мать одна и та же. Воспитание в том же доме. И все было в том же доме. Близнецы, как говорится. Во многом похожи, во многом различны. А на самом деле, по сути, вообще различны. Но они абсолютно не близнецы. И были воспитаны в том же доме. У того же папы и мамы, как говорят на простом народном языке. А результаты полностью противоположны. Почему? Потому что вот эти щепотки, они же отличаются. Что-то Всевышний отсюда взял. Что-то оттуда взял. И добавил. И Акову он добавил, сколько нужно было для Акова. А Исаву, сколько нужно было для Исава. И они поэтому совершенно различны. И вся история наша и человечества потекла совершенно двумя ручьями, как говорится. Вот вам пример. Это классический пример. Те же родители, а дети разные. В жизни мы все время это наблюдаем. Потому что вот этот механизм работает. И совсем не то, что ребенок выбрал себе. Исав выбрал себе. И Ильяков выбрал себе. Не то и не то. Так Всевышний сделал. Потом, во время беременности, это правда. Что ребенок уже живой. Ребенок это не что-то там непонятное. Это живой человек. Только еще на уровне плода. И поэтому, но даже там они уже по-разному себя вели. О чем Тора весьма подробно и интересно рассказывает нам. Уже на уровне плода они вели себя по-разному. Потому что вот эти щепотки уже были. Я думаю, что это все, что нужно здесь знать и сказать. Спасибо за вопрос. Всего доброго и до свидания.